Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович Дмитрий Иванович не через программное творчество, не через разработку игр, не через разработку сайтов, а пошли через 2D, 3D графику, анимацию. И вдруг оказалось, что они сейчас работают в разработке. В разработке игр, в разработке сайтов. Именно вот в том. То есть для нас тоже было небольшим открытием, что оказывается, люди делают одно, а тем не менее, а вот мы как раз их интервьюировали, больше 30 человек. Так, что это такое? А, точно. Мы периодически проводим мастер-классы. И мастер-классы бывают очень по-разному. То есть иногда в какие-то года делаем мастер-классы, чтобы поддержать знаниями и умениями наших участников, а иногда не проводим. В этом году у нас было проведено несколько мастер-классов, связанных с инфографикой, связанных с веб-сайт за 10 минут. Леонид Аполлонов вел, то есть вот написано 45 участников, там больше было участников. Экшн-программирование, компьютерная игра за часть, Олег Федосович тоже у нас проводил. Дизайн, то есть Дарью Кошкину вытаскивали. Даша проводила, то есть человек, который работает на Норвегию, что ли, или кого-то, на иностранной компании. Работы в некоторых номинациях, то есть так просто пролистают. Это вот связанная с графикой, 3D-моделированием. И дальше, дальше. И сейчас уже подойду к вопросам, которые мы задавали. Что ж такое-то, где там дальше у нас? То есть это все на сцене. Вы видите представителей различных компаний, самих школьников. Вот Олег Федосович Власенко у нас тоже тут есть. И один из участников, который участвовал, и вот его Олег готовил по разработке, как это по разработке, по информационным технологиям. И, соответственно, после он у нас в конкурсе принял участие. Победил, уехал. Победил, уехал. А? Да, уехал, победил. Но вот означает, это тоже для нас сигнал, что мы все вместе чего-то не додали человеку, что он уехал. У нас и такая статистика есть. То есть мы не будем тут говорить, я тут не буду говорить радужные штуки, что все участвуют и все тут остаются. Нифига подобного. То есть часть народу уезжает. Часть народу мы не заинтересовываем. Он видит, что в других местах есть технологии круче. Давай. Это было на мастера Т. Представитель министерства образования, имен не помню, да и не суть важна, с великой сцены перед всеми победителями производит следующую фразу. Но вы же все лучше уедете. Вот, то есть это означает, что всем в комплексе нам необходимо в этом вопросе работать, с тем, чтобы все-таки показывать каждый раз. Потому что мы кусочек всей инфраструктуры, то есть кусочек конкурс компьютерного творчества. Уроки школьные, другая часть. Олимпиадная, другая часть. Подготовка школьников, вот введение туда, третья часть. Айти-компания с мероприятиями, четвертая часть. Там министерство образования, фонд, все вместе, все вместе, вот что-то можем сделать. Итак, мы в исследовании задавались двумя вопросами. Ну, там помимо этих двух еще ряд вопросов был. Какие были ощущения, как на вас повлияло участие в конкурсе? Это люди, которые уже участвовали давным-давно, и сейчас им там уже выше 30 лет кто у нас начинал участвовать. Кому-то чуть меньше, кому-то чуть больше. И какое влияние оказало на дальнейший выбор профессии? То есть что произошло? Вот тут вот нашел, то есть мы когда пересматривали архивы, вот Паша Павлюк, Павел Павлюк, его мы не опросили. То есть его должен был я опросить, но я в Таиланд уехал отдыхать. И, соответственно, оттуда уже не сделал. Елен Сан надувал за нас двоих. И вот как раз поймали фотографа момент очень такой. Паша ко мне подошел и говорит, слушайте, по-моему, он был как раз 11 класс, может, 10. Говорит, слушайте, а мне дальше куда идти? Я не помню, вот он победил, не победил. Видимо, раз вот тут стоит, значит, победил, что-то получил. Говорит, а мне дальше куда идти? То есть вообще стоит вот в эти технологии идти, не стоит, в какой ВУЗ идти? Я им говорю, Паша, чем ты увлекаешься, что у тебя есть? Он там, вот это, вот это. Я говорю, слушай, ну однозначно иди в нашу область, в IT, и она будет востребована. Поскольку я сам достаточно так тяготел к техническому университету, то я говорю, ну, слушай, у нас есть специальности ВМ, где я тоже преподаю электронный веществительный систем, комплекс системы и сети. Поэтому иди на эту специальность, я ее знаю, простых в программировании, поэтому там ты реализуешься. Ну и Паша пошел туда, он отучился, как раз тоже у меня студентом был, вот на протяжении лет обучения, и сейчас работает. Кто-нибудь в курсе, где Паша Павлюк? Ну, дальше увидим. То есть он остался в Ульяновске, он остался в Ульяновске, он тут работает программистом, то есть он из наших местных. Не уехал. А, вот еще, смотрите, опросили. То есть тут еще нашел некоторых других людей, там Игонин Виталий, там Максим Рождественский, там Паш Губич. Опросили, то есть вот люди, которые есть, и еще другие просто в кадры не умещаются. И из них оказалось, что часть народу действительно уехал. Не из этих, вот эти все, по-моему, тут. Часть народу уезжает. То есть, например, у нас был большой Алексей Малахов. То есть Алексей Малахов, большой такой человек, который участвовал в разных номинациях. Ну, не тот Малахов, который шоу ведет. Но, тем не менее, наш Малахов тоже уехал туда, в Москву. То есть он обнаружил, что то, что ему интересно в информационных технологиях, лучше всего дается в Москве. И он уехал туда, уехал в Москву. Сейчас заканчивает, насколько помню, магистратуру. То есть у него складывается все хорошо, но там. У нас были и участники уже вот прошлого года, кто уехал в Иннополис. То есть поскольку увидели, что лучше там. То есть мы вот со своим конкурсом не столь сильно все-таки можем влиять, но тем не менее влияем. Часть народу остается тут. Ну, тут тот же самый Игорь Кургузов, который учился когда-то, принимал участие в этом конкурсе, учился, работает в Эквиде, возглавляет, как это называется, рабочую группу, работает с ней. Все великолепно. Паша Глубич вот тут вот, на. Долгое время делал свою компанию тут, в Ульяновске. Некоторое время уехал, буквально год назад уехал в Зауралье, сейчас там делает компанию. Говорит, Паша, а что ты уехал? Он говорит, ну, я понял, что там побольше рынок получается. Но он в дизайн, то есть этот человек ушел в дизайн. Что? У нас сразу выводы, то есть вот сначала потом кусочки интервью будут, которые Елена Александровна и я проводили. А выводы такие оказалось. То есть вот на те вопросы, которые спрашивали, на те вопросы, которые спрашивали, какое влияние на выбор профессии, какие ощущения, как на вас повлияло участие в конкурсе. И вот оказалось, что часть народу говорила, что у нас произошла тут командная работа. То есть мы тут работали командой и приходилось, вот то, о чем Дмитрий говорил, о чем он жестко выпинывает, а тут они в конкурсе, им деваться некуда было. Для того, чтобы появился законченный продукт, им пришлось работать в командной среде. Некоторые из участников говорили, что для нас это было первый раз, мы никогда так не работали. И первый раз, и нам нужно было сделать не просто какую-то лабораторную работу, а нам нужно было сделать законченный продукт, который представили. Представить, вот, как раз, законченный продукт. Более того, один из интересных моментов, это как раз предыдущие докладчики говорили, что участие в конференциях страшно, прочее. У нас конкурс компьютерного творчества есть, помимо самого финала, есть еще ряд районных конференций, где участники докладываются. И вот один из людей сказал, что поскольку мне уже в дальнейшем было легко участвовать, я увидел, что я по IT могу не только делать, но могу и выступать. И поэтому все остальные, которые были в ВУЗе, были выступления, олимпиады, мне было уже просто, потому что я уже поучаствовал. Поучаствовал не просто там по литературе, а поучаствовал и по IT, значит, я могу выступать по IT среде. Ну, про мастер-классы, это то, что мы иногда в конкурсах давали, иногда не давали. Мы определились для себя, потому что практически все у нас опрошенные участники говорили, что мастер-классы важны, мы там получаем новое, то, что мы не получаем в школе. Потому что учителя хотят, но не знают так широко. Мы сами хотим, но тоже так широко не делаем. Мастер-классы оказалось, что то, что от компании живые разработчики приходят, делают, да. Да, прямая связь, на стажировку даже, по-моему, у Симберсофта был опыт, не был у вас. В общем, несколько человек они стажировались или получали на стажировку, но там не все так гладко было. Пока разрабатывают участники, это уже взрослые люди, получается, каждый раз говорили, что мы делаем продукт, мы делаем продукт, мы в конкурсе не лабу делаем, мы продукт законченный делаем. И нам это очень хорошо, у нас мозги, оказалось, что они переключились на тот вариант, что мы, ну, то, что в дальнейшем в компаниях занимается. Некоторые люди говорили, что, и давали обратную связь, что я понял, что есть куча людей из этой области. То есть он сидит и думает, я один, еще несколько человек. Когда он на конкурсе видит огромную массу людей, он уже говорит, о, это же та область, в которой я могу найти единомышленников. И с ними вместе работать, и дальше, наверное, развиваться. IT-компании выступают каждый раз со сцены, мы их приглашаем, зовем, и они говорят, вот нам вот это вот хорошо, мы знали тогда уже, что мы сможем тут деньги зарабатывать. То есть вот точка, где со сцены сказали, уже хорошо подтвердили. Ну, всякие личные амбиции. То есть было и такое, что я поучаствовал, получил приз свой, диплом. Это уже вот как зарплата. Он говорит, это для меня как зарплата. Это люди, которые после уже, которые окончили, которые сейчас. Он говорит, я ощутил, что то, чем я занимаюсь, оно может быть вознаграждено, и я могу получить с этого что-то для себя материальное. И, собственно говоря, это подталкивает идти в IT-среду. Ну, тут вот интервью с некоторыми участниками, кусочки. Поскольку у меня осталась еще, наверное, одна минута, я вот уже так пробегусь по людям. Вот в Мабирейте кто-то. Так-так-так. Тут у нас не по всем. Вон даже здорово. К Семади. Ага. Ага, вот Женя Охотников. Так, кто же? Ага. Вот уже не прозаконченный продукт, которым можно пользоваться, то, что не лабораторное. И перехожу близко к завершению. Ага, вот как раз и про конференции. То есть это то, о чем говорят люди. Ага, Михеенко тоже. Ну, сейчас прямо так долистаю. Дмитрий. Ага, да, тот тоже тут есть. Так, вот тот так идет дальше. Ну, и, собственно говоря, к завершению подошел. То есть для нас это было, то есть это было, на самом деле, то, что мы начали с Еленой Александровны исследование. Это, на самом деле, начало исследования. То есть это кусочек, в котором оказалось, что мы погрузились и увидели, что туда есть что покопать. Да, мы не можем опросить каждый раз те 500-600 человек, которые участвуют каждый год. Но некоторых мы попрашивали и увидели, что в этом есть вот что, что для нас. Для нас мы определили, что мастер-классы нужно обязательно делать в каждом конкурсе. Мы для себя уже четко поставили, эту линию надо вести. Это приносит огромную пользу для будущего. Ну, вот так вот, наверное, отвечу на вопрос, который ставил перед собой, перед собой, вот оргкомитет перед нами ставил. Вопросы от вас давайте, задавайте, вдруг что-то есть еще. Есть тут вопросы? Ну, я даже, честно говоря, не вижу, какие тут вопросы задать, но, тем не менее, что-то это, задайте. Или выскажитесь сами. Я вот, что про конкурсанты. Да, то есть, мне кажется, они более смелые стали. То есть, сейчас стали более смелые, экспериментируют, нам вопросы через контакт задают в процессе, и мы их сразу отсылаем уже куда-то, то есть, на конкретную технологию или на конкретную школу. То есть, смелее стали. Раньше были все-таки так как-то были, вот есть мы конкурсанты, и вот есть там вот, и мы такие. А сейчас это все ближе стало. То есть, они уже, вот в этом изменения есть. Как еще? Ну, тогда на этом… Давай. Дорогий, вопрос по отношению. Здесь прозвучали фамилии, фотографии, людей, которые прошли через конкурс. А нет у вас идеи, из-за того, чтобы попечительского совета, телеспонсоров? Потому что, насколько я знаю, далеко не все компании, которые сейчас вы представили, представлены у вас в спонсорах и прочих. Ха-ха-ха-ха. То есть, интересно. Мы не думали над этим, но вообще… Опять же, мастер-классы те же самые можно делать. Вообще… Мне кажется, Мбисор 10 точно. Традиционно участвуют. Традиционно участвуют. Ну, вообще, да. То есть, правильные вопросы для нас сразу правильный ответ получается. Что, да, этих… То есть, мы, когда исследовали, мы сами узнали, кто где находится. Мы увидели, где они находятся, что они там делают, в каких они компаниях. И увидели, что есть возможность их привлекать туда. Да, то есть, живые ресурсы на мастер-классы. И еще мы говорили, что… Предыдущий слайд, может быть, ну, ладно. Получается, что сейчас в поддержке конкурса в основном участвуют компании софтверные. Софтверные, да. А две трети конкурса, эти доминации у вас это близко не софтверные. Все-таки 2D, 3D. Дизайнерские части. Такие вот компании, вот, такого у нас тоже есть в городе. И вот, наверное, есть смысл. Здесь как-то… Почему они уезжают? Потому что в городе нет. Действительно, программирование есть в городе. А вот этого как бы нет. Для них, потому что, не знаю. Привлечь вот компании, которая занимается инвестией. Слушайте, круто. Я вот сейчас прям сразу думаю. У нас Алексей Малахов, он же уехал. Он очень график, очень видео, очень вот в ту среду. И я вижу, наверное, если привлечь, вот, показать, что есть не только разработка и программирование, а что есть все остальное, тут, наверное, мы сможем кого-то еще удержать. Направить сюда, да. Вот уже прям две мысли. Спасибо. Спасибо.